Однажды обычным апрельским утром на окраине города Новочеркасск в маленьком деревянном домишке мы проснулись, как обычно, и побежали все на кухню. На кухне было самое интересное. Бабушка пришла с базара. Утро только начиналось, и вдруг по радио мы услышали... Говорит Москва! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Московское время 10 часов 2 минуты. Передаю сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли. Первый в мире космический корабль «Спутник Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик Лётчик Майор Гагарин Юрий Алексеевич. Поехали! Да-да, друзья, именно так. Утром в 10 часов утра, в среду, тёплый день 1961 года. Мне было 6 лет, и я очень хорошо помню этот день. Конечно же, я не понимала ещё толком, что произошло, и что это знаменательное событие всемирного масштаба. И то, что именно наша страна и первый человек, оказавшийся в космосе, был советским человеком, обычным деревенским парнем. Да-да, Юрий Алексеевич Гагарин родился в деревне Клушино, Гжатского района Смоленской области. И вот этот деревенский парень мгновенно стал самой популярной и самой известной фигурой во всём мире. К сожалению, судьба Юрия Алексеевича Гагарина очень трагически сложилась, и вся эта слава, обрушившаяся на него, продлилась недолго. И в марте 1968 года Юрий Алексеевич Гагарин трагически погиб. Но имя Юрия Алексеевича Гагарина так или иначе знает весь мир, и он будет вписан навеки в историю космонавтики. Сейчас, спустя 60 лет, космонавтика продолжает развиваться. И вот на сегодняшний день я знаю, что насчитывает мир уже 525 имён космонавтов. Но сейчас уже, по-моему, мало кто может назвать вот так навскидку хотя бы нескольких из них. А вот имя Юрия Гагарина мы помним до сих пор и навсегда, надеюсь, он останется в памяти людей. Но я хотела рассказать свои впечатления именно вот об этом дне, что я помню. Я нашла даже случайно свою фотографию тех лет. Мне вот 5 здесь, ну а в 61 году мне было 6 лет. Примерно вот такая. К сожалению, других фотографий у меня здесь не сохранилось никаких. Ну, я очень хорошо помню то время, когда все были очень возбуждены. Все почему-то побежали на улицу и кричали «Человек в космосе! Человек в космосе! Ура! Человек в космосе!» Ну и, конечно же, мы, малышня, тоже побежали на улицу. Был чудесный солнечный, очень теплый день. Все радовались, вы знаете, было какой-то такой всеобщий подъем. И мы, детвора, конечно же, тоже кричали, подпрыгивали, радовались, кричали «Человек в космосе!». Хотя я помню, что абсолютно не понимала, что происходит, как может быть человек в космосе. Я посмотрела в небо, пытаясь увидеть, где же там человек в космосе. Мне почему-то представлялось, что он там один вот такой вот барахтается в этом небе. И его должны все увидеть, поэтому все и побежали именно на улицу посмотреть на этого человека в космосе. Вот помню, была радость всеобщая. Но вы знаете, по-моему, не только один этот день был счастливым. Дальше какой-то ощущался подъем. Люди все торжествовали. И я помню, вот это вот, наверное, даже пятилетка, она была посвящена Юрию Гагарину и его подвигу, полету в космос. И я помню, потом уже, даже спустя два или три года, когда я уже училась в школе, Мы ездили летом в лагеря пионерские. И помню, что там мы пели такую замечательную песню, которая была распространена на то время. Мы пели Гагарин, 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 возьми меня в космос с собой. Гагарин, 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 хочу стать твоей южиной. Гагарин, наверное, кто-то, может быть, из моих, моих ровесниц, помнит тоже эту песню. Там даже пелось про его жену Валюшу, которая ему совсем не подходит, деревенская такая-сякая. А мы вот такие вот маленькие смешные пигалицы, ничего не понимая, в общем-то, еще в жизни. Тем не менее, значит, говорили, что хочу быть твоей женой Юрия Гагарин. И я помню еще тогда, все мальчишки в школе мечтали стать космонавтами, учеными. И, наверное, это был объем в стране СССР. Я не хочу и не буду вдаваться в подробности, что происходит сейчас в России с космонавтикой. Я уверена, что вы тоже все это прекрасно знаете. Без комментариев, как говорится. Жаль мне, конечно же, что даже этот день космонавтики, 12 апреля, у нас практически забывают. В прошлом году совсем-совсем немногие журналисты вспомнили про этот день космонавтики. Ну, и еще я помню, кто-то из журналистов сказал, прости нас, Юра, мы все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!